МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под судьями рассмотрено свыше 298 тысяч дел и материалов, из которых 44% — гражданские дела, 26% — дел об административных правонарушениях и только 4%, а это 11 618 дел — уголовные. В мировых судах увеличилось количество дел по спорам о взыскании сумм по договору займа и кредитному договору. Комментируя это в своем докладе, председатель Тверского областного суда Александр Карташов заметил, что давно обращал внимание на высокую закредитованность граждан, при этом большей частью в микрофинансовых организациях. Дел такой категории стало больше и в районных судах. Увеличение количества административных дел в районных судах обусловлено ростом дел о взыскании налогов и сборов. На 18% увеличилось количество исков об оспаривании решений органов местного самоуправления. По словам Карташова, вызывает озабоченность качество подготовки административных исков прокурорами и уменьшение по сравнению с 2015 годом на 40% уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. «Я не верю», — сказал в своем докладе председатель областного суда, что в отсутствие действенных превентивных мер преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, стало меньше. На мой взгляд, такое положение дела обусловлено недостаточной работой по раскрываемости этой категории правонарушений и преступлений. В сравнении с 2017 годом произошло уменьшение всех категорий осужденных. При этом значительно уменьшилось число осужденных несовершеннолетних на 19%, иностранных лиц и лиц без гражданства на 19% и на 18%, совершивших преступления в состоянии опьянения. Особое внимание судьям следует уделять рассмотрению материалов о продлении срока содержания под стражей. С тем, чтобы вследствие длительного рассмотрения дела либо длительного расследования подсудимые обвиняемые не были неосновательно лишены свободы. В 2018 году судьями рассмотрено 2353 материала о продлении срока содержания под стражей, по которым ходатайство о продлении такого срока удовлетворено в 98% случаев. С 2017 года идет переписка по поводу технического состояния помещений, в которых размещаются мировые суды. Мировым судям не хватает помещений для надлежащего осуществления правосудия, размещения работников аппарата суда, архивов. Дела хранятся в кабинетах, залах судебного заседания. Есть даже помещения и судебных участков, где до сих пор печное отопление. На территории Верхневолжья полным ходом идет реализация федерального закона о создании межрайонных судов и об упразднении некоторых районных, городских судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе межрайонных судов Тверской области. Большая часть кандидатов в суде восьми создаваемых межрайонных судов рекомендована к назначению квалификационной коллегии судей Тверской области. К концу этого года Бежицкий, Вышневолодский, Западнодвинский, Кашинский, Максатихинский, Нелидовский, Осташковский и Торжокский, межрайонные суды Тверской области будут сформированы и начнут работу. Капитан юстиции Алина Дубасова в следствии уже 9 лет. Многие скажут, не женская у Алины работа. Следователь отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. Именно в этом отделе расследуются тяжкие и особо тяжкие преступления, вызвавшие широкий общественный резонанс. Преступления в отношении несовершеннолетних, преступления экономической и коррупционной направленности. В конце 2018 года мной было направлено прокурору. Дальнейшим прокурорам утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это уголовное дело по обвинению жителя Осташковского района Тверской области в совершении убийства несовершеннолетней жительницы города Санкт-Петербург. В настоящее время это уголовное дело рассматривается судом по существу. Также в начале текущего года, в 2019 году, мной было направлено прокурору. Последующим прокурорам утверждено обвинительное заключение направлено в суд. Дело по обвинению жителя Старецкого района Тверской области в совершении убийства своей сожительницы и ее сестры, совершенного в городе Кувшиново Тверской области в сентябре 2018 года. Убийство было совершено с особой жестокостью. Он облил бензином свою сожительницу и ее сестру, поджег их. Успешная работа следователя предполагает полную отдачу профессии, усидчивость, кропотливость, сосредоточенность. Эту службу тяжело сочетать с другим занятием, пусть даже хобби. Что уж говорить о семье, которая тоже требует от человека заботы и внимания. Не так давно жизнь Алины кардинально изменилась. Нет, работа с ее бесчисленными заботами осталась прежней. У Алины родилась дочь. Моя доченька Дарина. Честно сказать, тяжело сочетать именно роль мамы и роль следователя, потому что получается, что ребенку уделяется не так много времени, как хотелось бы. Тем более с тем учетом, что из декрета я вышла, когда ребенку исполнилось ровно полгодика. И спасибо моей маме, которая позволила мне выйти на мою любимую работу, и что она сидит с моей дочкой. Следственный комитет всегда работает во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами. Так получилось, что свое личное счастье Алина нашла на работе. Ее супруг Никита – оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области. Служба не всегда позволяет быть вместе. Но как только появляется возможность, семья Дубасовых отправляется на прогулку. Любит приходить сюда, в район Тверского речного вокзала, к месту соединения двух рек – Тверцы и Красавицы Волги. Здесь любили гулять и до рождения дочери. К слову сказать, роль жены и мамы открыла в Алине новые грани и таланты. Пока находилась полгода в декрете, я полюбила готовить. И начала готовить какие-то интересные блюда, от чего шокируется даже мой муж. Что, как это? Никогда раньше ничего такого не было, а сейчас начала готовить. В принципе, если хватает времени, я сейчас стараюсь радовать семью. Любимая семья, любимая работа – все это у Алины Дубасовой есть. Сложно, но из этих двух составляющих у нее получилось создать свое женское счастье. В работе следователя не так уж много праздников, но, к счастью, они есть. И первый весенний, 8 марта – один из них. Для меня 8 марта с детства ассоциируют с мимозами, с тюльпанами и всегда какое-то хорошее весеннее настроение. И хотелось бы пожелать всем женщинам такого прекрасного весеннего счастливого настроения на весь год. Не только в этот день, но и на весь год. В преддверии 8 марта юным жительницам Твери вручены первые паспорта. Церемония прошла в зале администрации Московского района города Твери. В преддверии праздника паспорта гражданина Российской Федерации получили 9 юных жительниц областной столицы. Главный документ вручал заместитель руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области полковник полиции Роман Волков. В словах напутствия звучали пожелания быть добропорядочными, хранить и приумножать российские традиции. Любовь к отечеству проявляется в простых, но очень важных делах. В заботе о близких, хорошей учебе, спортивных и общественных достижениях, стремлении знать историю страны, поддерживать ее культуру и традиции.